Всем привет, меня зовут Евгений Колесов. В начале декабря прошлого года с нашего канала удалили интервью с Екатериной Ефимовой, которое мы заливали 7 октября. Екатерина была партнером Романа Чалова по сувенирному бизнесу, названному в свое время Портнягиным трансформатором, бюджетонаполняющим. Екатерина работала в компании в то самое время, когда бизнес был, если можно так сказать, в расцвете, когда были заказы. Она рассказала о реальных цифрах, а не о том вранье, которое нес Портнягин, о незаконных черных схемах, уходе от налогов, кредитах под 100%, о срывах сроков. В общем, раскрыла всю кухню с документами, разумеется. Наверное, этот ролик сильно не понравился Портнягину, иначе не могу объяснить причины удаления интервью с канала без предварительных писем от Ютуба с просьбой устранить нарушения, как это обычно бывает. Ролик удалили сразу, без предупреждений. Мы убрали отсылки из ролика Портнягина на информацию из них, там, из соцсети, оставили только интервью, собственно, беседу. Мнение, на которое имеет право каждый человек гражданин нашей страны. Тем более человек с активной гражданской позицией, коим, безусловно, является Екатерина. Ведь дело не ограничилось интервью. Она реально подала заявление в правоохранительные органы, Началова, Портнягина, на всю эту свору. Их расследуют. Дела движутся, и это самое главное. И когда Портнягин в роликах заявляет, что его якобы проверили, и якобы все замечательно, не верьте. Идут проверки, идут по нескольким фронтам. Так что хвастаться Портнягину абсолютно нечем. А тем, кто пытается сотрудничать с ним, напоминаю, вы очень сильно рискуете. Чтоб потом не говорили, что вас не предупреждали. Итак, интервью, которое Портнягин никак не прокомментировал, зато приложил большие силы, чтобы его снести. Смотрим. Заходит за спину охранника и просто быстренько тырит оттуда шесть палеток. Как всегда, срывали все сроки. Конек компании «Транзит плюс». Миллиардов долларов, этого ничего нет. Роман Юрьевич весь в долгах. Но онкология и слово «ждать» не всегда совместимы. Вы там что ждете, что я сдохну? Ну как бы нет, не дождетесь. Вот не знайте десятой части того, что вообще происходит в компании «Транзит плюс» и чем занимается Дмитрий на самом деле. И не верьте в Диме Портнягину, потому что это просто патологический врун. Екатерина Ефимова, основатель компании «Про подарки». Специализация сувенирная и промо-продукция. Как партнер Романа Чалова в компании «Юниверсал Авиа». Более известный в интернете как «Юниверсал Гифтс». Последние два года руководит собственной компанией. Владеет торговой маркой «Пельтье», продающей эксклюзивные термоподстаканники для автомобилей. Трудовой стаж – 22 года. Следующий партнер и мой друг, его зовут Роман Чаловик. Компания Романа «Юниверсал Гифтс» долгое время являлась клиентом нашей компании «Транзит плюс». Мы с Романом Чалом начали работать вместе как отдельный проект «Юниверсал Гифтс» под юридическим названием «Юниверсал Авиа» с лета 2015 года. Ни Роман Чалой на тот момент, ни я в компании «Юниверсал Авиа» даже не числились. Вы посмотрите, у меня есть трудовая книга. Первая запись – это ноябрь 2015 года. Меня там оформили просто как менеджер по продажам. Генеральный директор компании «Юниверсал Авиа» – это отец Романа Чалова, Чала Юрия Александровича. И компания существует, по-моему, с 2008 года. Все, так я пришла в компанию «Юниверсал Авиа». По большому счету сотрудники – это были я и Роман. Нас было двое. Глава компании – отец его, который просто подписывал все документы и проводил, соответственно, все финансовые операции. Ну, то есть, по сути, дал юрлицо для того, чтобы вы могли работать под ваш проект. А что это был за проект? Чем вы планировали заниматься? И как вы вообще пришли в этот бизнес? Это сувенирная продукция для B2B-сегмента. То есть, грубо говоря, когда крупная компания приходит и говорит, что нам нужна сувенирная продукция для какого-либо мероприятия в нашем исполнении, либо это там в цветах компаний корпоративных, либо с нанесением логотипа, либо у них есть какая-то идея, они там придумали что-то, что они хотят сделать. Вот этим занимались мы. Мы находили производителей в Китае, отрисовывали эскизы, макеты, составляли там то, что нам нужен продукт, который должен получиться, запускали образцы, согласовывали с клиентами, производили тиражи и, соответственно, импортировали их в Россию, и откружали здесь уже в России непосредственно клиенту. Как вы в этот бизнес пришли с Романом? И почему вы вообще вместе с ним оказались в партнерстве? До того, как вообще заняться сувенирными, производством сувенирной продукции, я очень долго работала во французской компании «Лактолиз». Сначала я туда пришла как секретарь, потом я сама вызвалась поработать в отделе логистики. Для меня вообще было странное слово «логистика», что это такое. Мне объяснили коротко. Все, что движется, все, что связано с транспортом, который перевозит грузы, это логистика. Я говорю, ой, я хочу. В общем, на самом деле объем работы был очень большой. Сначала я работала как менеджер, потом я стала руководителем отдела логистики. В тот же момент случилась не совсем приятная ситуация со здоровьем. У меня был онкодиагноз, который немножко меня так остановил. Я сказал, что столько работать нельзя, столько на себе нести нельзя, надо заняться своим здоровьем. Полгода меня не было на работе. Потом я пришла, поняла, что в таком же режиме я вернуться не смогу, не хочу, и надо что-то как-то поменять. И 9 месяцев я просто не работала нигде. Ну, было достаточно средств накопленных ранее, чтобы позволить себе отдохнуть и вообще разобраться в своем состоянии. После этого я начала искать работу. Мне очень часто назвали были из кадрового агентства. Женщина, прочитав мое резюме, очень приглашала в компанию Дельфин Гифтс, она называлась, которая занимается сувенирами. Я так смеялась, говорила, ну где я и где сувениры? Говорю, я там больше как-то по сырам, по Скоропорту. Он говорит, ну нет, слушайте, у вас такое резюме, вы справитесь. Ну, я сначала раз отказалась, два, на третий раз думаю, ну съезжу. Я приехала на собеседование. Так, мы познакомились с Романом Чалом, он там занимал должность коммерческого директора. Мы разговорились. Мне, в принципе, все как бы понравилось. И я так понимаю, что тоже понравился весь мой опыт, который был. И они понимали, как они его могут применить к себе. Я честно сказала, что я ничего не понимаю в сувенирах. Не знаю, как это, что это. Мне сказали, ты все быстро схватишь, не переживай. Все, мы начали работать. Я увидела там, не знаю, понтонник, узнала, что цвета бывают по номерам. Это было прям вообще так здорово. Узнала, какие бывают виды нанесения, узнала много новых слов. И это какой был год? 2012, это был февраль 2012 года. В «Дельфин Гифтс» мы с Романом проработали до середины 2014 года. Он ушел потом из компании, он немножко повздорил с руководителем, ну и так скажем, хлопнув в дверь и ушел. Потом мы с ним проработали в компании «Эдмос» вдвоем. Он меня позвал туда поработать. А почему вы решили работать самостоятельно, уйти из компании «Эдмос»? Это было недобровольное желание. Нас попросили оттуда уйти, потому что был такой момент, когда компания «Эдмос» не прошла аккредитацию у крупного клиента, но было уже проделано очень много работы под этот проект, под заказ. И Роман принял решение провести этот заказ на компанию своего папы, Чалова Юрия Александровича, через «Универсал Авиа». Спустя какой-то... Ну, все тайное становится явным. Нас вызвали с утра и сказали, что так делать нельзя, мне хорошо, мы вынуждены с вами проститься. Все. Это был самый большой позор, наверное, в моей жизни. А почему вообще на это пошли? На самом деле, это был не первый заказ, который Рома так провел. За первый заказ он прям, ну, как я теперь уже понимаю, получил, наверное, по шапке от, соответственно, руководителя компании «Эдмос». Но мне Роман сказал по-другому. Он сказал, что да, меня вызвали, да, мне сказали, ай-ай-ай, нехорошо. В следующий раз, если так будешь делать, ты, как бы, нам подскажи, как это все сделать, мы с тобой все обсудим, решим и проведем. И для меня это было, ну, в плане, больше, наверное, какой-то документации, как это правильнее провести, как это через какое юрлицо провести. Потому что я, раньше не вникая в эти во все бухгалтерские проводки и прочее, ну, не придавала этому большому значению. И когда второй раз встал вопрос о проведении заказа через другое юрлицо, я говорю, а там-то в курсе? Он такой, да не переживай. Ну, как бы, я думала, что, ну, значит, они о чем-то договорились. Я же не пойду спрашивать, а вы там правда с Романом договорились или как обстоят дела? То есть, получается, вы были в полной уверенности, что этот заказ идет на компанию основную? Нет, я знала, что по документам она идет на компанию Универсал Ави. Я имею в виду фактически. Не даю, а де-факто. Да. То есть, де-факто вы думали, что это заказ в рамках компании? Ну, да, что это все нормально. По-другому проверили? А когда это все вскрылось, когда стало понятно, что... Но уже по разговору я поняла, что никто ни о чем не в курсе и что мы действительно как бы делаем что-то не то. На той же самой встрече Роман сказал, Катя, ты не переживай. Я буду тебе также платить там оклад 100 тысяч рублей в месяц. Мы проведем все заказы. Ты не останешься без работы. Ты вообще не парься на эту тему. Я думаю, ну окей, хорошо. Да, я не буду париться, потому что мой оклад меня устраивает. Если он дальше будет продолжаться, ну, как бы... У меня, в конце концов, семья. Есть дети. И я понимаю, что мы вдвоем с мужем ответственны за то, чтобы наше материальное положение не пострадало. Я поняла. То есть на тот момент ключевой был момент именно дохода. Расскажите, как произошло ваше знакомство с Дмитрием Портнягиным и каким образом он оказался партнером в Юниверсалаве? Ну, про партнер это прям, так скажем, наверное, громко сказано, но... Как-то вас трясет вот от этого слова партнер. Ну, потому что... Для меня партнер это не просто человек, который дал деньги на что-то. Просто привлекает там средства для реализации. Партнер на себя, на самом деле, же берет очень много функций. То есть это там... Ну, есть какое-то распределение ролей. Если один занимается там маркетингом, клиента ориентированностью и еще чем-то, то второй, соответственно, занимается там, я не знаю, может быть, работой с поставщиками. Может быть, там с какими-то мероприятиями, которые должны там продвигать компанию, или еще что-то. Но не может быть такого, что один сидит, ну, как бы, ничего не делает, говорит, что какие там... Я даю деньги. То есть нет такого, что партнер это только дает деньги. Ну, это значит, ну, наверное, инвестор больше. Честно говоря, на инвестора там, мне кажется, он тоже не особо тянет, потому что по мне инвестор, человек, который должен разбираться вообще, что происходит в компании, как минимум, да, на что он выделяет свои деньги. Потому что я сейчас, как предприниматель, тоже использую инвестора. У меня нету столько оборотных средств свободных, чтобы можно было выполнять все заказы, особенно крупные. И когда мы садимся разговаривать, я показываю всю документацию, подо что я беру деньги, на какие сроки я беру. То есть мы все это обсуждаем. И инвестор понимает все свои риски и принимает решения. Выиграет это дело и не не выиграет. Как бы... Я не могу сказать, что Дима принимает какие-то такие решения. Нет. Мы с ним познакомились вообще совершенно случайно. Есть группа в чате, в которой люди находят друг друга и отправляют посылки бесплатно. Кто-то пишет, допустим, мне надо срочно из Гуанчжоу что-то отправить там в Питер. И люди пишут, что я полечу такого-то числа, могу взять. Так мы начали общаться с Дмитрием. Он сам считал все ставки. Ставки в основном всегда были в долларах за килограмм. У меня было легкое неодумение. Я говорю, а хорошо, а сколько стоят брокерские услуги, а сколько стоит сертификация. Он писал, что это все под ключ. Я не понимала слова «все под ключ», потому что у меня настолько не было опыта каких-то других поставок, кроме как официальных, что я, наверное, может быть, какой-то дикой ему казалась. Потом он мне объяснял, что эта ставка включает в себя все. И пошлины, которые надо платить на таможню, и сертификации, и там все сборы, и валютные платежи, комиссии. Все-все-все туда включено. Но я по привычке думаю, мне даже как-то странно так считать, потому что у меня есть своя расчетная таблица, куда я ввожу там стоимость инвойс, но у меня автоматом там вылезает все остальные стоимости и затраты, которые должны быть, из чего складывается вся себестоимость по факту прихода здесь, в Россию. И я думаю, господи, это же надо мне даже свою таблицу как-то перекроить для него, чтобы понять, как мне использовать. Периодически было такое, что он мне дает какую-то ставку свою за килограмм. Я считаю, говорю, Дим, а почему так странно получается, что мне официально привезти дешевле, чем у тебя все под ключ? Он говорил, ну, это зависит от товара. Есть разные категории, давай вот смотреть, искать. Он прям пишет, что у нас есть два варианта работы. Есть официальный, есть серый. Серый тоже делится там на два вида по скорости доставки. Видимо, что-то побыстрее как-то можно, а что-то где-то на перекладных подольше. Соответственно, то, что подольше на перекладных, оно подешевле. Ну, и такие там плюшечки всякие разные. Еще писал, что есть свой личный канал. Там вообще все очень быстро, дорого, но прям четко отработанный канал. Прям вообще все огонь. Это что за схема такая? Дорого, но четко? Я не знаю, может быть, это там через пилотов как-то. Контрабанду вводить? Контрабанду это точно. Потому что, когда я говорила, нам нужны какие-то отгрузочные документы, он говорит, какие отгрузочные документы. Так и что, вы в итоге, не получив от него никакой информации по схемам доставки, через него все равно возили какие-то грузы? Нет, ну почему? Мы, во-первых, запросили все учредительные документы, мы начали там проверять. А потом, правда, случился такой момент, что он сказал, что ну вот ввоз будет не на нашу логистическую, то есть логистическая компания, это одно, это транспортные услуги. Вот, а если вы хотите получать от нас документы, как от российского поставщика, то это будет другая компания. Вот предоставляем вам на них все документы. Вот от них будет у вас документ, что они вам отгрузили этот товар, чтобы вы смогли его себе поставить на баланс. Это какой год был? 2015-й. Непрямые подачи, когда подает какое-то 10-е юрлицо, потом перепродает через вот эти вот цепочки. Да, и у всех вот такой оборот. Что вы имеете в виду? Ну, как что? Это же просто пересылание денег из одного кармана в другой карман. Когда, допустим, там вот интервью у Романа Чалова спрашивают, какой у вас оборот? И он там называет какой-то оборот. А потом у Партнягина спрашивают, а у вас какой оборот? Там еще больше оборот. А на самом деле это одни и те же деньги. То есть это перекладывание одних денег из одного кармана в другой карман. И дальше это все по цепочке идет, и доходит потом до Китая там какая-то вот такая вот частичка от клиента изначального. А при этом у всех, то есть сумма одна и та же, а у всех вот такие вот обороты. То есть получается, в 2015 году, когда Дмитрий Партнягин говорит о том, что он уходит в топ-3 логистических компаний, он сам считает ставки. Да. Ставки доллара за килограмм. Да. Он сам отвечает вот в этой группе. Да. Вичат. Да. И при этом у него такие вот мега... Я вам даже больше скажу, что когда мы принимали какой-то груз, ну конкретный груз, это были бирки для компании «Русский алкоголь», как всегда, срывали все сроки. Это прям конек компании «Транзит плюс». То есть не было ни одного груза, который пришел четко и вовремя, ни одного. Но не суть в другом, что надо было получить груз в аэропорту Шереметьево, его промаркировать, аполитизировать и доставить на поддонах клиенту. Потому что там приемка совершенно по другим критериям идет, да. То есть это обязательно продукция на поддонах, все стики ровно, все красиво и прям аккуратненько. Как приходит продукция Димы Портнягина. Это зачастую в таких желтых пластиковых пакетах, перемотанных там жесткой сцепкой или еще чем-то. Ты не видишь вообще никакой ни маркировки, ничего. Это вот эти вот тюки, ты их раздираешь, начинаешь считать свои коробки и понимать, хватает их, не хватает. И я приехала в аэропорт, потому что надо было маркировать груз. Роман Чалой приехал, приехал Дима Портнягин и его второй, я не знаю, как это, компаньон Николаев Алексей. То есть вы понимаете, да, что генеральный директор компании и второй такой же директор приезжают тоже в аэропорт. Это я говорю об уровнях компаний. У нас компания с Романом, это я и Роман, ну и там компания Алексей и Дмитрий. И вот мы все такие красивенькие, стоим, ждем груз в аэропорту, груз приходит, я говорю, Дима, где палеты? Какие палеты? Я говорю, ну как какие? Нам же надо сдавать груз, чтобы это все было в приемлемом виде для клиента. То есть если мы что-то сделаем не так, нас просто не примут, и мы будем ночевать с этим грузом на улице. Дима, недолго думая, заходит за спину охранника и просто быстренько тырит оттуда шесть палет. Прямо вот так вот. Он такой, все? Я говорю, ты их украл? Он такой, тебе палеты нужны были? Вот палеты. Типа я задачу решила. Ну окей, хорошо. Так что это немножко говорит, да, об уровне генерального директора. То есть получается это было в рамках Universal Aviation, когда вы уже работали самостоятельно, и генеральные директора компании Universal Aviation, с одной стороны, ну фактически, да, не де-юра, а де-факто, и генеральные с той стороны, от Transit Plus, приезжают принимать товар. Да, прям грузчики, да. А, то есть вы их грузили, отгружали и упаковывали? Конечно, конечно. Сами маркировали, сами скочевали. Это было прям такое. Ну так было всегда на самом деле. То есть даже те грузы, которые приходили там потом на склад, лежали у Transit Plus и на складе. Я сама там до пяти утра могла заниматься, ковыряться этим товаром, потому что надо было все промаркировать, надо было все проверить. И вот эту китайскую продукцию привести более-менее в нормальный, адекватный вид для российского клиента. Катя, я не понимаю, вот столько проблем было по работе с компанией Transit Plus, Дмитрием, вы говорите, что сроки постоянно нарушались и товар приходил не в том качестве, в котором нужно. Почему вы продолжали работать с ними? Ну, во-первых, не только с ними работали. Были и другие компании, естественно, с которыми работают, потому что это очень большой риск складывать все яйца в одну корзину. И раньше, когда я работала, у меня никогда не было такого, что у меня есть только один контрагент. Обязательно, даже если у меня много груза, разные грузы, отдавать все в одни руки ни за что. То есть это как минимум три транспортные компании, которые осуществляют доставку. Взаимодействие с фабриками вы всегда осуществляли самостоятельно. Да. Инспекция, контроль, контракты с фабриками, это все на вас? Это все на меня. То есть Дмитрий Портнягин и его компания, это не доставка? Да, они занимались только доставкой. Но одни из? Да. Из трех? Да. Которые забирают груз непосредственно уже с фабрики и дальше осуществляют доставку в Россию. Там с таможней или без таможней. Потому что, во-первых, ты вообще спрашивала все время только доставку без таможни. Я вообще не понимала, как мне могли сказать, что давай мы тебе таможню тоже сделаем. Но потом, когда попробовали на одной маленькой партии, ничего. На другой партии вообще все хорошо. Потом, дело в том, что компания Дмитрия занимается не только логистическими услугами и не только передачей товара в Россию, то есть под ключ. У Романа с Дмитрием сложились теплые дружеские отношения, в которых всплыла такая возможность, как использование денег, кредитных денег. Дмитрий мог одалживать большие суммы денег под очень высокие проценты, которые могли позволять нам осуществлять дальнейшую нашу деятельность предпринимательскую. То есть получается, он выступает как кредитор? Да. А какой процент, на каких условиях вы работали? Первый большой кредит был под 100% годовых. Это какая же сумма-то была? В рублях она была не очень большая, это было 3 миллиона рублей и порядка 100 тысяч долларов. А насколько выгодно работать под такой процент? Неужели у вас такие сверхприбыли, что вы можете позволить себе работать под 100%? Ни один банк не работает под такие проценты. Да. Тот заказ, который мы могли провести, он был очень высокорентабельный. Очень. И было очень печально еще отдавать такие проценты огромные. То есть, чтобы вы понимали, вот сам кредит с процентами за, наверное, чуть больше, чем полгода использования, это 10 миллионов рублей. У меня прям есть табличка Катя Портнягина, которая, ну как Дима сам об этом говорит, что у меня всем, всеми финансами занимается Катя Портнягина. У нас прям была табличка, когда какие деньги были выданы, когда закрыты, когда оплачены, когда не оплачены, какие суммы получились. Все проценты прописаны, все прописано. И это просто все в почте. И это просто на словах, без какой-либо там расписки, без каких-либо документов подтверждающих. Нет. Просто потом все эти кредитные деньги погашались тем, что мы просили выставить счет за какую-то продукцию больше, чем на самом деле есть какие-то затраты. И это там убивало сразу очень много зайцев. Во-первых, мы могли вернуть кредитные деньги таким образом, которые мы забирали. Во-вторых, мы погашали все затраты. В-третьих, это был вывод наличных денег в том числе. И уменьшение налога на прибыль. Мы же завышали свои все стоимости, тем самым занижали свою прибыль, уходили от уплаты налогов. Так, постойте, это же обнал. Это обнальная схема. Да, обнальная схема. И то есть, получается, по сути, Дмитрий Сергеевич не просто занимается финансированием, инвестированием, он занимается обнавом. Достаточно в больших суммах. То есть, вы были не единственной компанией, работу которой он финансировал? Я думаю, что да, ведь Дмитрий же указывает везде, сколько... Ну, во-первых, я знаю не понаслышке о том, что и еще кому-то он оказывает услуги по выводу наличных. И сами они пишут. Тоже есть у меня в переписке, где Катя или там кто-то из ее сотрудников, наверное, вот этого финансового отдела пишет о том, что очень много клиентов с нами рассчитываются наличками, поэтому вы давайте нам переводить, мы вам будем отдавать наличкой. Или там мы не накапливаем деньги в России, мы выводим все в Китай. То есть, это по большому счету вывод средств за рубеж. И это все в переписке, открытым текстом, без каких-либо там кавычек и двойных выражений, которые можно как-то двояко понять. То есть, люди не стесняются, мне кажется, это по глупости, просто, когда люди не стесняются об этом писать в WhatsApp, в WeChat, в почте. И вы можете показать такие письма, вот эту переписку, все, где написано, про все эти проценты, про все-все-все. Да, да. А у вас по компании какие шли обороты вот по этой схеме, по вот этой вот обнально-финансовой, не знаю даже, как ее назвать. Поскольку у меня тоже есть табличка, которую я веду, вообще у меня с цифрами все в порядке. Роман никогда этим почему-то не занимался, мне кажется, это очень странно, почему человек не считает свои финансы, то есть, есть счета от клиентов, суммы, которые приходят, есть твои прямые затраты, есть прибыль, в конце концов. Ты должен как-то планировать и вести грамотные финансовые планирования своей компании, особенно, если ты хочешь развиваться. Обороты, ну вот за 15-й, за 16-й год, это, наверное, порядка 250 миллионов рублей. Что на сегодня? Оборот у нас больше 100 миллионов долларов в год. Миллионов рублей. Не каких-то там миллиардов долларов, этого ничего нет. Ну и, грубо говоря, этот же самый оборот, он и у Димы Портнягина, собственно говоря, потому что все ввозилось через компанию Димы Портнягина. Карман общий. Ну, как бы, да, да. Но все хвастаются же своим оборотом. На самом деле, оборот, это тоже же не показатель, ведь это, ну, как такая большая, я не знаю, что, суковыжималка. Показатель – это прибыль, твоя фактическая прибыль, которую ты потом имеешь. А какая у вас была прибыль? За те два года чистая прибыль, но до уплаты налогов, с учетом того кредита, который давал Дима Портнягин, была 56 миллионов рублей. Вы имеете в виду за минусом? Нет, это до вычета. До вычета еще? Да. А если вычесть? Ну, соответственно, надо посчитать, тоже есть все в табличке, но, грубо говоря, ну, наверное, порядка 30 миллионов точно. Ну, то есть, получается, где-то миллион в месяц чистой прибыли? Да. Не больше. А Роман, по-моему, называл суммой порядка 5-4 миллионов. Да, 4 миллиона. Это был шестой выпуск на канале «Трансформатор», где Роман об этом открыто говорит, увеличивая тем самым себя в 4 раза. расставшись с Романом, уйдя из компании «Универсал Авиа», Роман не выплатил мою часть прибыли. То есть, как мы с ним договорились, что у меня 40%, у него 60%, нигде это никак, естественно, не задокументировано. Это просто такие же доверительные отношения. Все. Я ушла, и мне сказали, «Когда будут деньги, я тебе отдам». А сколько он должен был вам выплатить? По моим подсчетам, это порядка 15 миллионов рублей. А когда вы находились в компании, вы какие-то деньги живые получали? Да, конечно. То есть, это была какая-то заработная плата, те самые 100 тысяч рублей, о которых вы договорились? Ну как, официально она, конечно, была гораздо ниже. Это было там порядка, по-моему, 20 рублей, потом это стало, тысяча рублей, потом это стало, по-моему, 28 тысяч рублей. Да, конечно, конечно, все время просто остальное выплачивалось. Причем, ну сначала я так очень скромничала, очень переживала, что нам нужны деньги на развитие, нам нужны деньги на заказы, надо прям завязаться с так это потуже поясок. И больше 50 тысяч рублей в месяц я никогда не просила. Потом, когда пришли менеджеры, Роман сказал, что мы сейчас будем развиваться, масштабироваться, ты будешь, Катя, делегировать свои полномочия. Знакомые все слова. Да, да. Я узнала, что там у менеджера зарплата 120 тысяч рублей. Я немножко обалдела, думаю, а, что, так можно было? Ром, мне нужно 120. Да, окей, хорошо. Были там ситуации, допустим, меня тяжело, когда ребенок серьезно заболел, там, пневмонией, мы долго лежали в больнице, при этом я лежу с ноутбуком в больнице, то есть, чтобы вы понимали, я вставала в 5 утра, зачастую ложась в 2 часа ночи. И это все время в работе. То есть, когда говорят, что предпринимательство, это вот масштабирование, делегирование, да ничего подобного. Иногда ты понимаешь, что ты просто падаешь от бессилия, потому что, ну, у тебя, ты тупо не выспался, у тебя нету сил. В данной связи интересно, там, в одном из роликов Трансформатора женщина из русского стандарта говорит, что мы благодарны компании Дмитрия Портнягина, мы работаем только с ними, такие сроки, так все замечательно. Но я понимаю, что, по сути, это получается ваша работа была. Как раз этот заказ был просран, вот другого слова, я не могу найти, компании Транзит Плюс чуть ли не на 10 дней. Это целая была акция. Это выводят специально людей на завод, специально их нанимают, чтобы они стояли, надевали эти бирочки. Нету бирочек, люди сидят просто вот нанятые, просто сидят. То есть, это огромные деньги и огромные убытки. И там трехэтажный мат у меня был для Леши Николаева, который, ну, просто, я не знаю, не понимает. Я ему пишу, Леша, я третью ночь не сплю, где информация, где груз там, где письма, в конце концов, напиши мне просто письмо, нормально, официально, чтобы мне было, что показать клиенту. То есть, уровень работы компании, мне после западных компаний было очень сложно. Ну, я так понимаю, если бы они заранее поставили в известность о том, что груз не успевает к сроку, компания могла бы людей не попадать на завод. Да, безусловно, так все и делают во всем мире. Я понимаю, что если у меня даже что-то пришло из Европы и где-то ошибка в каком-то сертификате, я быстро пишу письмо информационное, разъяснительное, что так-то и так-то, по каким-то, таким-то причинам допущена такая-то ошибка, тут печать и там печать, заверить быстренько там во Франции или в Польше это письмо, местными ветеринарными врачами, потом сюда все перегнать, связаться с начальником таможенной службы, объяснить ситуацию, показать письмо, потому что под любое объяснение должно быть подтверждение. Но когда тебе говорят «как только, так сразу», ну, это не вариант. Леша, в чем проблема? Зависла система. Какая система? Где? Ну, там. На каком посту идет оформление? Ну, я сейчас не могу сказать. Ну, как ты не можешь? Ты же должен вообще обладать всей этой информацией, это твоя работа. И, ну, до трясучки, до трясучки, серьезно. И я могу сказать, что это только менеджер, который ведет заказ. Еще есть бухгалтер, который должен подготовить документы. Но если документы должен, как по мне казалось, готовить контрагент, то вы не угадали. Документы готовлю я сама, как мне нужно, им отправляю, они регистрируют номер, присваивают что-то там. Видимо, подбирают ГТД подходящую, которую говорят, что они укажут, и то это не всегда, это было через раз, и подписывают. Это там нервотрепка. Дальше была нервотрепка с переводами в Китай, потому что каждый раз менялись проценты за оказание этой услуги. начиналось все там с 5,5%, заканчивалось, последние переводы были уже по 12%. И, честно говоря, я до сих пор не понимаю, за что берутся эти проценты. Потому что я знаю, когда я отправляю деньги в Китай через валютный контроль в банки, операция стоит 30 долларов. и работа валютного контролера от 500 до, я не знаю, до 2000 рублей. На самом-то деле, все эти услуги оказываются сторонними организациями. Не все проходит через компанию Транзит Плюс. Более того, одна десятая, наверное, только проходит через компанию Транзит Плюс. Как минимум, я там знаю несколько компаний, контрагентов, которые были задействованы во всех наших заказах, но их там от 7 до 10 точно. А при устном разговоре Катя Портенгина говорила, у нас порядка 15 компаний, наш холдинг, такой 15 компаний, которые оказывают вот такой вот сервис, разный совершенно сервис по кредитованию, по переводу денег в Китай, по выводу наличных денег. Чем дальше, тем вообще запутаннее становится схема. Ну, на самом деле, даже сама Катя Портнягина шутила, когда мы там встречались, обсуждали какие-то дела, что, Катя, ты в компании общаешься одна со всеми с нами, то есть тебя все знают вообще в нашей компании. Бухгалтера, финансисты, менеджеры, потому что, когда там я перезваниваю, говорю, там, пускай вернутся и перезвонят там Екатерине Ефимовой. Там приходит секретарь, говорит, звонила Екатерина Ефимовой, все такие, ой, это, мне, нет, это мне. Но я понимаю, что на самом-то деле это очень большая ответственность и это очень большая нагрузка всех контролировать. Иногда там, я уже прям писала Кате, что, блин, дерните кого-нибудь, потому что, ну, невозможно так работать. почему все так тупят. Катя, вот по этим биркам, у меня два вопроса возникло. Первый вопрос. Что вообще было с санкциями со стороны зеленой марки? Ничего не было. Ничего не было. А как же договор с Рокки? Ну, тут умелые навыки коммуникативные Романа Чалова, который договаривался с этим менеджером. То есть Роман просто попросил Аню, менеджер Анну, сказать хорошие слова, и она их говорит на камеру. Но меня удивило другое, что, наверное, недели не прошло, и на канале Трансформатор появился другой ролик, где этого менеджера уже не было. Да, потому что девушку вызвали и сказали, что это за ужас. Все защищают только свои интересы. И, ну, я смотрю там на Диму, смотрю на Рому. Рому не волнует там, какие-то жизненные проблемы. То, что он остался должен денег, не выплатил мою прибыль. Хотя, я работала на таких повышенных оборотах именно из-за цены вопроса. Я знала, что, я знала, сколько мы можем заработать. Я ввела все эти финансовые расчеты. Я понимала, какая у нас есть реальная прибыль, и на что я могу рассчитывать. И я была готова, да, рубиться до последнего. Чтобы получить свой кусок такого прям хорошего торта. Потом, когда я поняла, что, ну, во-первых, выше жопы не прыгнешь, простите за слова, но работать так больше было невозможно. Я писала огромные письма ему, что, Рома, что за безобразие, тебя постоянно нету, ты постоянно с трансформатором, то у вас, блин, или брус, то у вас какие-то вулканы, то еще что-то. Может быть, ты фирмой займешься, но в конце концов надо, чтобы кто-то работал. Я не могу одна все разруливать. Тут одной рукой получать товар, тут второй рукой отгружать, и задней левой пяткой еще делать бухгалтерские документы. Ну, давай как-то немножко разгрузим меня. Да, да, все будет, не переживай, сейчас мы будем делегировать, масштабировать, внедрим системы, СРМ заведем. Я говорю, господи, какой СРМ? Одинеску заведите, пожалуйста. И я задолбалась в Excel работать, ну, сколько можно. И все, мои взгляды на ведение бизнеса и ведение, ну, так скажем, наверное, образа жизни Романа, ну, разошлись. Я не была ни на одной их тусовке, и прям, слава богу, и быть даже не хочу, потому что у меня немножко, наверное, другие приоритеты в жизни. И у меня есть семья, у меня есть дети, мне там гораздо интереснее проводить с ними время, причем с учетом такой загруженности, это прям, ну, это прям очень ценное было время, потому что, когда там в час ночи ты едешь с работы в такси, потому что общественный транспорт уже не ходит, и домой просто приезжаешь, падаешь, с утра там поцеловала ребенка и дальше побежала там коня на скаку останавливать, и воевать со всем транзитом-плюсом в том числе. Ну, каждый защищал свои интересы. Роме плевать было на меня, Рома хотел засветиться, там, я не знаю, с Ромой. Мне кажется, он завидовал, ой, с Димой. Кажется, он ему там завидует в чем-то, что он более молодой, более успешный, потому что я до сих пор, помню, какой роман пришел такой воодушевленный с первой встречи с Димой. Я говорю, ну что, как там Дима-то, нормальный вообще товарищ-то? Можно доверять, не доверять. Вот такой парень приехал на Порше, красный кожаный салон, у него, знаешь, какое хобби? По барам в Москве ходить. Я думаю, ну, обалдеть, как в анекдоте прям, да? Ну, он столько всего, у него, он переехал из, там, Тында сюда, из Китая сюда, в Москву, и у него там все так хорошо, у него такой офис, у него лофт, все дела. Ну, прям, я думаю, ну, для меня-то это, на самом деле, вообще не показатель. Более того, я могла бы сказать, что, блин, Рома, мы, наверное, очень дорого платим за логистику в таком случае, это прям минус мне, я буду еще мониторить компанию логистически и искать того, кто поскромнее, который, значит, поменьше на нас зарабатывает и не имеет такой возможности вот так вот щеголять и сыпать золотом. Потому что, судя по Диме, я так понимаю, что, ну, раз ты такой успешный, раз ты так столько заработал денег, значит, ну, наверное, твои услуги для нас немножечко дороговаты, надо бы поменьше платить, чтобы ты не так шоковал. Потому что я знаю, что такое налоговая нагрузка, я знаю, сколько даже от хорошего, от хорошего заказа с хорошей рентаймой, стабильностью остается вот это прям вот, ну, прям не очень-то много. Я знаю, что минимум, чтобы оставаться на одном и том же уровне, я должна делать наценку на себестоимость продукции 55%. И только в таком случае я буду более-менее нормально существовать. Нет этих огромных зарплат, вот этих там, сколько там, 300-500, они там всегда получают, у них менеджеры, не знаю. Этого ничего нету. Это надо иметь очень большие обороты, чтобы можно было выходить на такую чистую прибыль. Либо очень высокая рентабельность, допустим, с наценкой там в 300-400%. Тогда, да, может быть, есть возможность. Но ведь все компании тоже проводят свои тендеры. Если они увидят, что компания Universal Aviation дает наценку там в 300%, а все остальные, которые также участвуют в тендере, дают наценку там, я не знаю, 25-30%, ну, как бы никогда в Universal Aviation не победить в таком тендере. Ну, просто по цене не пройдет. Ну, конечно, естественно. А почему Роман к вам не прислушался? Вы уже столько лет были вместе. Ну, мне кажется, ну, прям, не знаю, и дальше все как в тумане. Вот так вот, примерно из этой области. Я не знаю, почему не прислушался. Очень много чего говорилось, ну, там же есть наставник, как он его видел, наставил, сейчас я тебя научу, как надо делать бизнес. Берешь деньги тут, тут прокрутил, тут быстренько отдал, тут то, тут все, а потом, ну, что за бизнес? Он же его делает по большому счету, провозя товар мимо таможни, ну, это мошенничество. Он просто не платит налог, он просто крадет. По большому счету, тут взял, тут украл, тут продал. Но тут много ума не надо, чтобы заработать так деньги. Просто другой вопрос, что придет государство, у которого ты украл, и посадит тебя за решетку. Все. Честно говоря, я не понимаю, почему никто этого особо не боится. Но вы посмотрите, как себя совершенно спокойно чувствует Дмитрий. У него было интервью с Эмираном, и Эмиран ему задает вопрос, там, откуда у тебя берется такой оборот? Он говорит, ну, ты что, я не могу там, иностранные компании, я как бы не могу говорить эту информацию. а что ты боишься-то? Да ты скажи, как есть. Тут взял, тут передал, там оставил деньги, не вывел их. Почему Дима так спокойно нарушает все это? Ну, не знаю. Наверное, просто рисковый парень такой решил попить шампанского. Но мне кажется, каждый риск, он должен быть оправдан чем-то. Ты понимаешь, что ты можешь рисковать, но в какой-то небольшой зоне твоей ответственности. Грубо говоря, да, ты везешь изделия, там, на примере сумок из спонбонда, да, это не сумка в понятии, которая дамская сумка, ты ходишь, или спортивная сумка. Нет, она сумка совершенно промо-сегмента, больше как упаковка. И в таком случае ты можешь доказать в таможне, что твой товар больше как упаковка, а не как кожгалантерейная какая-то вещь. Но ты же не можешь доказать, что это гвозди. Ну, то есть, настолько наглым-то нельзя быть, нельзя все везти как стекловата в огромных вот этих вот мешках-контейнерах, в которых там может быть вообще спрятано что-то. Но это прям чистая контрабанда. Ну, то есть, получается, Дмитрий именно так вез? Да, зачастую, да. И что-то мог там провозить и контрабанду, и все остальное. Да, ну, все, что угодно. На рынке же говорят, что как одна из таких вот вероятностей, да, что они там проводили какую-то синтетику, и в частности, ролик есть в интернете, где рассказывают о том, что есть акт досмотра, в котором было найдено 3 килограмма синтетики в чае, в контейнере, который возил. Дмитрий. Этого не знаю, но я допускаю тут факт, что если он возит контрабандой все, что угодно, то какая разница, что везти, если ты все равно это спрятал. Я не знаю, рассчитать ставку за килограмм, вот так вот, слету, когда ты просто говоришь, что там, у меня едет, там, зарядные пауэрбэнки, зарядные устройства, там, 200 килограмм, и он тебе такой, это 1,8 доллара за килограмм, грубо говоря, там и за 25 дней доедет. Да как так? Ты что, мне даже не спросишь стоимость этих пауэрбэнков? Ведь размер пошлины, там, НДС, уплаченного в таможне, зависит напрямую от стоимости товара. Но это не... Есть, да, пошлины, которые рассчитываются по килограммам, но это мало таких пошлин, это в основном все, что касается текстильных изделий, где там идет, там, 1,6 евро за килограмм, или там, я не знаю, какие-нибудь, может быть, шлепки или обувь. Ты почему, меня, Дима, не спрашиваешь сумму инвойса, чтобы ты мог посчитать, даже если ты раскладываешь потом ее как ставку на килограмм, но ты даже не задаешь таких вопросов? То есть, чистая математика, она не сходится. Но если она не сходится, значит, что-то не так в королевстве. Ну, я так понимаю, что просто накипело, вы принимаете решение и уйти из компании? Да, очень было тяжело работать. И, ну, в таких условиях невозможно работать. Я могу сказать, что это, Роман давал задачи, такое прям, Катя, надо занизить прибыль. Посчитай-ка, пожалуйста, какие счета нам надо выставить, на какую компанию Транзит Плюс, по нашим продукции, которые к нам приходят, чтобы мы еще могли вывести налички в таком-то, в таком-то количестве. И вот я сижу там до часу ночи, пять часов, у меня вот такие вот таблицы огроменные с расчетами. Куда мы сколько заплатили в Китае? Сколько еще будет потом нам стоить эта логистика? Сколько нам надо заплатить денег за остальные, за кредит заплатить, тот же, который Диме был? Сколько из этого? Так, Ром еще сказал, 25 тысяч долларов надо вывести наличкой. Так, это значит, сюда надо заложить. Так, и при этом нам надо сделать, чтобы у нас рентабельность для налоговой была показана, что у нас всего лишь 5% прибыли. Вот сложить все эти параметры и разбить на несколько компаний. И вот я сижу и занимаюсь этой работой. Я даже не знаю, как это сказать. А параллельно грузы не приходят, клиенты названивают, китайцы тупят, ребенок заболел, я голодная, я не сходила в туалет, уже не помню, когда это было, последний раз. Глаз дергается, второе, там, щека уже тут дергается, все что угодно, а Роман Юрьевич курит кальян с Дмитрием Сергеевичем. Ну, как бы, да, накипело, да, тяжело, и не смогла, и уже, когда ты человеку, ну, вроде бы словами, через рот говоришь, что не так, и что надо сделать, и почему появляется какой-то менеджер странный в нашей компании, который должен заниматься развитием нашей компании. Думаю, Господи, хоть человек, ему сейчас все оцифрует, может быть, он не слушает меня, потому что я девочка, да, потому что, ну, как женщина, может вообще диктовать мужчине, что надо делать, ну, я же не жена, в конце концов. Думаю, ну, наверное, он хочет все сам, ну, пускай. нанял мальчика, который ему сейчас все тут разложит наши все процессы, скажет, как оптимизировать, и, наконец, это все будет здорово, и я, может быть, расслаблюсь, и даже в отпуск по какому-нибудь схожу. К слову сказать, мальчик получал 180 тысяч рублей. Приходил в 9, уходил в 6, ходил за сахаром, ну, там, телефоны какие-то покупал, компьютеры покупал. То есть такая работа, я бы сказала, офис-менеджера. Я когда об этом узнала, да, конечно, я была просто в шоке. Я тут же пересчитала все деньги, выплаченные мне за 2 года, это получилось 150 тысяч рублей. Я говорю, нет, ну, нормально как бы. Почему я работаю за пятерых, получаю 150, а некоторые товарищи, которые просто мучаются от безделья, прям мне искренне было жалко его. Да, накипело все, сказала все. Говорю, я больше не могу, точка невозврата пройдена. Я написала 2 месяца, назад, чем я недовольна, что надо менять. Ты ничего не сделал. Он посмеял, сказал, ой, ну, давай собирать еще совет директоров. Конечно, это смешно при нашем там раскладе, когда у нас два с половиной землекопа, эмоционально тяжелая обстановка в компании. То есть вместо того, чтобы компания развивалась, вместо того, чтобы работать над каким-то духом командным, то есть там по всем травам, по всем фронтам просто прям полный швах. А как-то пытался Роман вас удержать и оставить в компании? Нет. Ну, у него было одно небольшое предложение, потому что, когда я ушла, у нас остался незакрытый вопрос по прибыли, я говорю, давай ты мне будешь платить 200 в месяц, и я пока не забираю свою трудовую, пока ты там посчитаешь все эти прибыли, как ты говоришь, что моя таблица это не то, что есть на самом деле. Типа, столько прибыли нет у Кати, ты себе все придумала. А как вы могли это придумать, если у вас была информация по всем входящим, по всем расходам, и когда нужно было придумать варианты, как занизить прибыль, этим тоже занимались вы? Ну, потому что Рома те деньги, которые выводились, взял одну машину в лизинг, взял вторую машину в лизинг, купил бывшей жене квартиру в ипотеку, за все за это надо платить. У меня, когда я увидела счет за, причем на одной машине ездил он, на второй машине, которая в лизинг, ездила его бывшая жена. И я тут тоже немножко не поняла, думаю, ну, ты такой, конечно, красавец за счет компании, да, ты берешь машину в лизинг, при этом на ней ездит твоя бывшая жена. И когда я увидел счет за страховку этой машины, 750 тысяч рублей, который тоже был оплачен компанией Универсалавия, ну, во мне прям, я не знаю, что-то, наверное, вскипело, потому что, когда мне болел ребенок пневмонией, и работая в больнице, мы вышли, я поняла, что нам нужна серьезная реабилитация в Крыму, и путевка на все лето стоила почти, 800 тысяч рублей, Рома такой, ну, нифига ж себе, ты что, пол Крыма решила скупить? Я говорю, блин, Ром, тут вопрос идет о здоровье, как бы, нет, нет, значит, я продаю там машину, квартиру, еще что-то, мне ребенка надо спасать. он дал эти деньги, как бы, все нормально, я там вахтовым методом, то мама в Крыму, то я в Крыму с ребенком, то тетя, то еще кого-то, все летом ребенок там пробыл, при этом я постоянно работала, и когда он молча оплачивает страховку за 750 тысяч, а путевка моя на 800, это типа, да ты что, обалдела, это очень дорого, но мне, честно говоря, резануло, по-моему, наверное, самолюбию, и я думаю, слушай, дружище, ты столько вывел денег на свои нужды, я же не слепая, да, а таких мероприятий, ну, там можно посчитать, там достаточно много, Исландии, Килиманджаро, они ездили в США, там, ну, то есть очень много, много, много всего, я понимаю, что такой трип стоит минимум, там, 300-400 тысяч рублей, это минимум, плюс надо там одеться, плюс еще там надо что-то, плюс Дима Парнегин говорит, что, как плохо ходишь таким телефоном, ты что себе не можешь нормальный купить, да, типа, а часы у тебя, часов нет нормальных, ну, ты что, твои клиенты должны знать, что ты успешный бизнесмен, успешный, это что значит, почему ты еще не на X5, но Рома себе покупает X5. С денег компании, которые идут в расход, и, соответственно, машина на балансе, да, естественно, то есть он не имеет права по закону использовать данные автотранспортные средства в личных, в своих личных целях, конечно, безусловно, поэтому, когда он мне говорит, Катя, прибыли нет, тебе платить не с чего, ну, как бы, Рома, да, если ты ее всю забрал и потратил на себя, то, конечно, не с чего, но я же не дурак, я же это понимаю, и, и я ему сказала, что, Роман, давай 200 тысяч в месяц, потом ты там сам все посчитаешь, как ты считаешь нужным, чтобы мы с тобой разошлись полюбовно, он такой сказал, нет, ну, ты что, зачем мне это нужно, давай, оставайся в компании, продолжаешь работать, я тебе плачу 200 в месяц, и все нормально, говорю, нет, спасибо, как бы, ну, второй раз на такие же грабли, я не буду наступать, ну, потому что я уже истощена, вот, дальше некуда, ну, не хочу, я не хочу, не буду, и заниматься всей этой ерундой, за всеми все проверять, наконец-то появился бухгалтер, которая ко мне подошла и начинает, а это что, то есть человеку надо все передать, все эти дела, рассказать, расплести весь этот клубок исчисление, вычисление, как мы пришли к такому, это очень сложно, и, может быть, там, с третьего раза человек, конечно, поймет, скажет, я так понимаю, там вообще голову можно сломать, потому что непонятно, где легальные схемы, где нелегальные схемы, какой компании переводишь, где там обнал, где там все вот эти вот кредиты, да, то есть сами себя запутали просто, сами себя перехитрили, как говорится, ну, я-то понимаю, что я в этих цифрах во всех все понимаю, как и что, потому что все эти расчетные таблицы никуда не деваются, и все есть, то есть я за каждую цифру могу отвечать, я знаю, откуда что пришло и что в ней спрятано. Тут мы заплатили за кредит, тут мы заплатили авансом на фабрику Китай, тут мы заплатили балансовую стоимость, на другую фабрику, за другую продукцию, которая была отгружена уже там, я не знаю, три месяца назад. Получается, что все то время, вот эти вот, по крайней мере, последние годы, когда Роман, когда у него вот эта самая пелена на глаза упала, он проживал свою прибыль и вашу прибыль, как компаньона. А сейчас Кати нету, и что, это деньги клиентов? Ну, во-первых, после того, как меня не стало, Роман взял несколько сотрудников, которые должны были, ну, как бы, меня как минимум замещать. Это было порядка пяти человек. спустя там какое-то время, ну, я себе очень долго просила ассистента, говорю, потому что, Рома, я скоро сойду с ума. В итоге вышла ассистентка, а я через неделю ушла. Ну, не смогла я, не смогла, что называется, все. и вот эта ассистентка мне пишет, Кать, тут люди не справляются. Я говорю, ну, как, говорю, вы же там столько у вас всех, вы теперь можете все поделить, то, что я одна несла, каждый себе по кусочку возьмет и... Делегировать. Как бы, да, вы же масштабировались, вот, делегируйте, есть же на кого вот эти вот масштабы же выросли. Ну, в общем, спустя, наверное, полгода люди, кто-то сам ушел, кого-то он уволил, понял, что это не те люди, которые не могут выполнять такой функционал. Потом я знала, что очень были проблемы большие с клиентов, со стороны клиентов, сорваны сроки, сорвано качество продукции, начались суды, не в пользу романа. Кто-то кому-то должен какие-то... Ну, то есть, сам это все со слов романа. Он мне прям показывал, вот, Катя, там, скриншот с моего телефона, у меня там минус 11 миллионов. На секундочку, это вице-президент клуба трансформаторов, клуба миллионеров. Там, то есть, все это время, он мне говорит, вот, да, деньги придут от клиентов, когда, типа, я тебе заплачу, деньги придут от клиентов, я тебе заплачу, пока платить не с чего, пока у меня, типа, только долги на 24 миллиона, где ты пишешь на 34 миллиона. Я говорю, ну, окей, хорошо, когда буду? Там, вот, в октябре. Ну, хорошо, октябрь, Роман, давай деньги. Нет, денег нету. Когда будут? Давай в декабре, я тебе прям, вот, миллион точно дам, а дальше, типа, посчитаем. За все это время он не мог сесть посчитать, я говорю, а что ты там считатель собрался? Он говорит, ну, ты же не знаешь, какие еще затраты были? Я говорю, правильно, потому что со мной не согласовываешь, что мы вдруг переезжаем в какой-то там модный офис. Мы сидели раньше на Масловке, это такое трехэтажное здание, такое старенькое, малюсенькое, там такой, знаете, бывает неровный пол, линолеум. Совершенно, совершенно обычный такой офис, ну, как бы, его и другого и не надо. Я вообще могла абсолютно спокойно работать из дома. Мне кроме ноутбука и интернета вообще больше ничего не надо. И мобильность просто своя. Туда съездить, сюда съездить, все. Потом он начал нанимать сотрудников с безумными окладами. Непонятно, для чего нужны были эти сотрудники, какие они функции будут выполнять, зачем такие оклады? Ну, он равнялся на кого? На Диму? У Димы же офигенный офис. Все сотрудники ходят Гуччи, Фигучи, Версачи. И прочие там бренды. Это же так не модно ходить, вот, я не знаю, в масс-маркетинге в каком-то. Это не тот уровень, не тот успешный успех, который надо всем показывать. Я говорю, Рома, ну, ты, да, нёс какие-то другие расходы, которые со мной вообще никак не согласовывал. Ты их, пожалуйста, туда не учитывай. Потому что я знаю, сколько было потрачено, и я знаю, сколько было получено от клиентов. Все остальное, это, ну, я не знаю, полет твоей фантазии, наверное. Но о чём мы не купили тогда Версаль в таком случае, да, можно было и там офис себе устроить. Чё мы так мелко плаваем, что ли? Мы же такие крутые, мы же прям номер один. Они же все пишут, один номер один на рынке логистики, а другой номер один в сувенирах из Китая. И все профессионалы. Потом, спустя ещё какое-то время, я узнаю, что он разогнал вообще всех, офис сдал, переехал обратно на свою масловку, открываешь, ну, взбись, это всё в доступном абсолютно сервисе, можно посмотреть, что счета налоговые заморожены, тут арест, там арест, ещё что-то. То есть я понимаю, что... И каждый раз ему пишешь, ну, что, Рома, как дела-то, как дела? Два года уже прошло, два года человек не может вернуть деньги. Ну, и хочется спросить, вице-президент, ну, чему же вас такому учит там ваш ментор Дмитрий, что вы все такие, что ли, в этом клубе-то? Мнимые, получается, ну, эти миллионеры, миллиардеры, я не знаю, кто там, долларовые. Я понимаю, что когда, допустим, у предпринимателя денег нет, он дома варит макарошки. Или там, ну, картошечка там со своего огорода или ещё что-то. Но никак это, ты не в ресторане, не в сыроварне, не в мяти кальян куришь. Ну, как бы немножко другой образ жизни. Ты в это время на макарошках херачишь просто, как папа Карло. Просто без сна и отдыха, и продыха. Не знаю, всё нормально. Он пишет, ты вообще, Катя, типа не переживай, ты чего вот смотришь мне в рот? Это всё красивая картинка. Я говорю, ну, Рома, подожди. Если вы рассказываете, что всё так шикарно, тем самым завлекая людей там в клуб, да, а на самом деле это всё так плохо, ну, как бы это немножечко обман, и он говорит, что это мой образ жизни, я его выбрал, это мой осознанный выбор, я живу на кредитные деньги. Я говорю, ну, подожди, кредиты-то надо чем-то отдавать. Ну, я как потребитель знаю, это прекрасно. А кредиты в банках, это, ну, как бы, достаточно накладно. Это не просто ты занял у соседки до следующей зарплаты, ты потом вернёшь без процентов, без ничего. Нет, с процентами ещё, ого, с какими. И Рома говорит, ну, я тут взял кредит, там взял кредит, этот кредит погашаю, из этого кредита, и тут ещё чуть-чуть остаётся. Типа, схема работает, так и кручусь. Вот так он окрутился, ровно, по-моему, до декабря 2018 года, потому что потом понеслись суды, аресты, счетов. Я в какой-то момент не выдержала, написала, во-первых, Юрий Александрович, это непосредственно генеральный директор. Как вас хотелось спросить, это же вся компания, это записано на ПАП. Да. Я говорю, и разговоры-то были, говорю, Юрий Александрович, вы понимаете вообще, что происходит? Он говорит, по-моему, что-то не очень хорошо. Я говорю, да какое не очень хорошо, тут прям вообще всё может очень плохо закончиться. Я говорю, ну, и прям плохо не в плане долгов, а в плане прям тюрьма. Юрий Александрович сказал, что Рома мальчик большой, он выберется. Я говорю, да никуда он не выберется, с таким, партнером, как Дима, с таким инвестором, я не знаю, и как назвать его, другом, товарищем. Юрий Александрович сказал, что да, я вижу, что дела не очень, дела не очень. В какой-то момент я уже писала прям ему. Рома это очень злило, очень злило. Он такой, почему ты пишешь отцу? Я говорю, да потому что, говорю, он генеральный директор, и отвечать он будет. А у меня уже накипело. То есть он нормальный человек, по идее, должен был понимать, что вообще Катя слишком много знает. И как бы надо бы все-таки закрыть вопрос финансовый, чтобы каких-то не было, наверное, разногласий. Но все себя чувствуют очень уверенно. Все уверены, что они не нарушают закон, что они выплачивают налоги как надо, не занимаются серым ввозом. Такие, какой-то прям, я не знаю, единорожки такие вот скачут по полю. Но все-таки генеральный директор это папа. Ему же отвечаете. Да. По всем обязательствам компании. Летом прошлого года у него случился инфаркт. И я понимаю, что это все не просто так. Но что-то каких-то выводов Роман, по-моему, не сделал. Вот по мне бы, если бы, не дай бог, такая ситуация случилась у меня, и я бы сказала бы, блин, давай мама сидеть там или папа думать вместе, как нам вылезти из этой ситуации, задвинуть этого Диму Портнягина и всех вот этих вот контрагентов и вылезать нормально, как все нормальные люди. Стать действительно предпринимателем, встать с колен нормальным путем. как это делают нормальные люди. Компания-то сейчас у Ромы вообще работает или нет? Ну, существовать, она существует. Она не закрыта, она не обанкрочена. Как вы вообще отреагировали на все эти расследования, когда они появились? я даже не знаю, ну, смешно было, потому что, то есть люди понимают, да, что что-то какая-то сказка, особенно предприниматели, которые реально понимают, как надо работать, что надо делать, чтобы заработать такое богатство, которое показывает Дима, да, вот эти там, я не знаю, спортивные машины, супер-путешествия, мега-часы, одежда и, ну, вообще такой шикарный образ жизни, просто роскошный. Это, ну, наверное, надо просто родиться нашего президента, я не знаю, у кого, чтобы так себя чувствовать. Серебряной ложкой во рту. Да, да, это просто надо уже быть с каким-то прям вот денежным мешком, который, ну, не знаю, неразменный пятак, что какие еще там бывают способы волшебные. Нет волшебства? Нету. Надо пахать, чтобы быть профессионалом своего дела, надо пройти огромный жизненный опыт, его наработать. Не бывает такого, что ты пришел в компанию и тебя за три месяца чему-то научили, и ты такой, я профессионал. Да, ну, люди, такого не бывает. Это как, ну, в фильме «Джонни сделай мне монтаж», да, что я хочу, чтобы сразу ребенок уже родился, это было там кучерявым, и болтал всякие забавные вещички. Нет, дружочек, надо там сначала забеременеть, потом родить в муках, потом воспитать, ночами не спать, и потом у тебя будет вот этот ангелочек, который в три года тебе будет говорить, мамочка моя хорошенькая. Так же и тут, то есть, опыт, что тебя делает профессионалом? Опыт твой. Ты знаешь, как нельзя, ты знаешь, как ты уже делал, ты знаешь, как можно сделать лучше. И этот опыт колоссальный, вот он тебя выращивает как профессионала. Дима, я не могу его назвать каким-то профессионалом. Во-первых, ему слишком действительно мало лет для того, чтобы говорить о том, что я весь такой, ну, Димочка, у тебя даже образования нету, ну, господи, в конце концов, это элементарно, ты не знаешь каких-то элементарных вещей, там, физики, в математике, в химии, ну, как бы, у тебя вообще должно быть сложно жить. Дмитрий говорит, что он мастер маркетинга и упаковки. Ну, может быть, я не знаю, можно тоже закончить. Вот в этом он может быть и мастер, одеться в золотую, как бы, обертку. Ну, как бы, я вообще очень люблю конфеты и никогда не ведусь на упаковку, никогда. Потому что я понимаю, что под упаковкой, ну, ты можешь откусить и прям, что это было. Но вот тут то же самое. Ну, нельзя какашку упаковать, правда? Эта упаковка должна соответствовать содержанию. Ты упаковываешь услуги, так ты делай сервис такой, чтобы все просто закачались. Ты цени время клиента, силы клиента. Клиент еще только подумал, ты уже предложил, он тебе еще даже не озвучил. А когда, ну, вот я, грубо говоря, как универсал авиа, была клиентом для Димы Портнягина. Это ненормально, когда я всех трясу, когда я проверяю Катю Портнягину, говорю, тут ошибка, там ошибка в расчете. Когда финансист там что-то не то делает, когда бухгалтер говорит, я не могу, я говорю, да как же вы не можете там, Татьяна Никитична, возьмите, пожалуйста, вот у вас было три прихода, там такие-то ГТД, вам нужно поднять это. Ну, не я же должна рассказывать моему поставщику услуг, как это должно быть на самом деле. Не очень как-то хорошо. И вообще, ну, если я понимаю, что я недовольна как клиент, ну, ты сделай следующую поставку так, чтобы я ни к чему не предлагалась. Ну, нет. И следующая поставка, еще одна поставка. Ну, то есть там такая позиция, что вы должны ходить за ними, а не наоборот. Они вечером за кальяном договорились, что тут дают деньги по такие вот условия, и все, погнали, погнали. А мы тут и на таких вот высоких оборотах, ну, сколько может продержаться организм? Я думаю, что не очень много. Ну, это как перегорает лампочка, да, или там, ты крутишь, крутишь, крутишь педали велосипеда, и в конце концов цепь слетает. Ну, вот она так и слетела. И ради чего, если даже денег не получаешь? Да, и вот это самое обидное, потому что я роману написала прошлым летом, когда у меня случился рецидив, возникла опухоль во втором глазу, и был риск того, что вообще можно остаться как бы слепой. Ну, ты думаешь, ну, нормально, как бы мне 35 лет, и у меня было-то все нормально в жизни, что началось-то? Я понимаю, что это просто такой бешеный ритм жизни, и, скорее всего, это, наверное, обида из-за всей этой ситуации, которая, да глаза бы меня ваши все не видели бы, да, всех вот вас с кальянами, в часах, на ваших этих крутых тачках, но, конечно, да, это обидно и неприятно, и, да, на нервную почту все это приводит к таким плачевным результатам. И когда я Роме написала, что, Ром, у меня такая ситуация, что деньги надо все-таки вернуть, потому что неизвестно, сколько будет стоить операция, одна ли эта операция, операция ли это вообще, или это курсы какие-то химии, или еще какой-то терапии, там очень много различных вариантов. Начнем с того, что там сначала куча обследований надо сделать, чтобы выявить, где в организме действительно сбой есть, нету и прочее. Сказала, да, все понимаю, я буду делать все возможное. Ну, и прошел еще год, никаких денег вот так и не вывезти. Да, нет, конечно. Я написала Кате Портнягиной, ведь Катя Портнягина тоже, она не глупая, очень не глупая. У нее в голове все те же самые схемы, которые мы проворачивали, так же сидят. Она все прекрасно знает. если мы могли отдавать кредитные деньги под 100% годовых, а потом они же сами выдавали нам наличку, они прекрасно знают, сколько денег мы зарабатывали. Ну, прекрасно. Я говорю, Катя, вы же знаете, какая была ситуация? Вы знаете все эти заказы, которые мы провели, и сколько мы зарабатывали? Я говорю, и раз уж Дмитрий является партнером теперь Романа, так может быть он как-то повлияет на эту ситуацию, и Рома выплатит деньги, потому что ситуация для меня критическая. Говорит, ой-ой, это вам все решать с Романом. Его вины нету, так сложилась ситуация, он ждет денег от клиентов, там идут суды. Я говорю, ну нет, все деньги он уже давным-давно получил от клиентов, особенно за те два года, которые были. Но никто же не пишет, что, блин, да он их всех потратил, и выдать тебе не с чего. А, конечно, это очень сложно заново заработать, потому что работать-то не с кем. Ну, если люди не справляются со своей работой, как они могут дать тебе такую прибыль, или еще от нее надо отдать? То есть ему надо самому работать в несколько раз лучше, быстрее, сильнее, чтобы заработать что-то, чтобы еще от этого отдать мне. Да нет, конечно, ему на кальян-то, может, с трудом хватает. То есть, получается, вы во все двери стучались, и Роману писали, и папе писали, и Кате писали. И Диме писала. А Дима что ответил? Ну, Дима также ответил, что Ромка, парень надежный, надо просто ждать, ничего другого, Кать не остается. Ну, простите меня, онкология и слово ждать не всегда совместимы. И прямо иногда, вот, ну, да смешно, мне кажется, ну, вы там что ждете, что я сдохну? Ну, как бы, нет, не дождетесь. И назло всем продолжаю жить дальше. Поэтому, не знаю, это, ну, то есть, людей это не останавливает. То есть, когда ты им говоришь, люди, у меня диагноз, он говорит, все понимаем, ну, ты держись, Кать, все должно наладиться. Ну, как бы, сколько можно держаться-то? То есть, получается, единственный вариант, просто в открытую говорить о том, что там происходило? да, конечно. Ну, денег я не вижу. А вы не пробовали в правоохранительные органы подать заявление? Пока еще нет, но, прям, мысль об этом меня не покидает, если честно. Потому что, я понимаю, что люди действуют настолько безнаказанно, и когда ты, ну, пытаешься как-то сказать, что вы там не правы, и надо себя вести хотя бы, если уж вы такие, уж хотя бы ведите себя порядочно, делайте так, чтобы вас никто не трогал. Ну, уважайте, по крайней мере, чужой труд, который за эти годы были проделаны. Ведь, ну, благодаря мне, и Димина компания также имела хороший оборот и хорошую прибыль. Но, этого нет, и люди дальше продолжают обманывать других людей, что они такие все, прям, здоровские, зайки, все такие, могут делать и логистику, и сервисы, и переводы в Китай. Сейчас вообще всех научат, как что надо делать. Нет, ребята не научат. Не идите, пожалуйста, туда, не платите эти деньги, и вообще не верьте в Диме Портнягину, потому что, ну, это просто патологический врун. Мне кажется, иногда, что он сам верит в то, что он говорит. Ну, это прям, может быть, там какая-то психологическая проблема, еще что-то. На самом деле, картинка настолько красивая, часы, машины, дома, око, вот эти все путешествия, и пока, наверное, не появится такая вот Катя, или еще такие же, их же много, людей, Так я тоже понимаю, что, ведь, Рома, это один из, там сколько в клубе участников, 300? Это только одна трехсотая часть того, что, может быть, вы даже не знаете, что там может происходить, и я не знаю, и никто не знает, но предположить, что если с одним из товарищей он так поступает, ну, хорошо, я могу предположить, что не все 300 такие, как Рома, но человек 15 точно есть такие, как Рома, потому что это его, ну, они все светятся там в этих выпусках, тут Азамчик, тут Пакчик, тут еще кто-то, ну, все вот эти вот товарищи. Азам ушел, Пак ушел, с одним разругались, с второй тоже ушел. Рома что-то тоже не снимается больше в выпусках, не знаю, что такое. Но, кстати, за выпуски Рома платил за то, чтобы сняться в выпуске, промелькнуть просто, это было, ну, не промелькнуть, а что-то такое, 400 тысяч рублей. Роман Чалый платил за то, что появлялся в выпусках? Да, да. А сколько таких выпусков было? И это все шло на расход компании Universal Avia? Конечно. Реклама? Конечно. При этом я даже больше могу сказать, что когда не закрывался наш финансовый вопрос с Ромой, а у меня уже началась своя деятельность, и у меня появился свой продукт, которому он новинка на рынке, и о нем надо рассказывать. То есть тут маркетинг как раз должен быть очень сильный. Это, ну, реклама стоит денег. И я Рома сказала, говорю, Рома, ну, может, ты хотя бы Диму попросишь, пускай он хотя бы мой там подстаканник в машине у себя покажет и скажет, о, посмотрите, какая крутая штука, ну, просто хоть, хоть как-то. Сказал, ты что? Сторис стоит 150 тысяч рублей. Я говорю, что, одна сторис 150 тысяч рублей? Ну, да, я говорю, вот эта вот 20-секундная реплика какая-то, йоу-йо, подписываемся сюда, отправляем сюда запросы и то-то. Ну, да, сторис 150 тысяч, 400 тысяч, это мельком в выпуске и ужин с Портнягином полтора миллиона рублей на секундочку. И когда мы иногда встречались с Романом, обсуждали, я прям сижу такая, надеюсь, я ничего не должна хоть как бы за ужин-то, а то ты там вице-президент, трансформатор. Ну, как бы, мы смеялись, конечно, но и тем не менее никто не взял на себя. И даже Рома сам сказал, ну, да, давай я тебя прорекламирую в сторис, ну, ничего не сделал. То есть, грубо говоря, даже не в денежном эквиваленте никак не закрывались наши вопросы. Самое печальное, самое страшное, что это все продолжается. Да. Сколько лет прошло, но по-прежнему и в выпуске эти, и в выпусках появляются компании, и по-прежнему сторис эти продолжаются с платными компаниями. Другое дело, что вот Александр Пак ушел, кто следующий? Ну, на самом деле, я еще больше другое как бы меня возмущает, что никто не говорит истинные цифры. Все их зачем-то завышают до небес. Люди, это же, ну, вас смотрят не только обычные телезрители. Вы почему не боитесь, что к вам придет налоговый и скажет, алло, а где ваши все эти обороты-то? А где это ваша чистая прибыль, к которой вы говорите, что она у вас там несколько миллионов в месяц? А кто будет платить налоги? А там, алименты или еще что-то? Ну, как вы не боитесь такое, на такие массы-то вообще все это озвучивать? Ну, не бояться. Значит, вот я почему говорю, что они себя так безнаказанно чувствуют, потому что никто не идет ни в полицию, ни в прокуратуру, ни в налоговую. И когда все эти разоблачители что-то там по наитию понимают, что такого-то быть-то не может, ну, как же так-то? Что же мы так плохо работаем, что ли, что у нас такого богатства нету, а мы там пашем уже 10 лет и начинают копать. Кто привозил там, копаться в таможенных базах? Сколько привез там Транзит Плюс? Да, господи, мальчики, девочки, вам ничего этой информации не даст, потому что он ввозит через другие компании. Но это в голову людям не приходит. Когда они там начинают что-то шу-шу-шу, думаешь, боже мой, вы даже вот не знаете десятой части того, что вообще происходит в компании Транзит Плюс и чем занимается Дмитрий на самом деле? На самом деле в голову люди, может быть, приходят, а как проверить, если он не возит сам, если он работает чужими руками? Банальный пример, вот посмотрите, компании, которые связаны с ним, которые аффилированы с ним, которые во всех вот этих вот схемах, там же нигде нету Дмитрия, нигде. Нигде. Один партнер, второй, третий, а он-то где? Нигде. Это все просто на слабо, он просто со всеми договаривается, все. И момент в том, что с него, по сути, получаются взятки гладкие. И даже те же самые разоблачители, которые, как вы говорите, интуитивно понимают, а куда им копать, где найти эти компании, если он сам не возит. Ну, поэтому вот и будем поднимать всю переписку, где будет показываться, что Дмитрий предлагает свои услуги, но переводы на счет других лиц. То есть сейчас вы готовы пойти в правоохранительные органы и там добиваться? Ну, а мне, во-первых, терять нечего, да, я и так уже осталась без денег, с кучей диагнозов и с кучей толков и кредитов, потому что, когда Рома говорил, я тебе отдам, я тебе верну, ну, я же понимаю, что, ну, Рома-то слово сдерживает, думаю, ладно, пока пойду возьму кредит в банке, ну, что там эти 2 миллиона, а сейчас Рома отдаст, и я потом все быстренько закрою. Но прошло 2 года, и когда мне сам Дима пишет, что, да, Рома, и мне денег должен и больше, чем тебе в несколько раз, но я-то типа, жду, молчу, никто не пишет никакие не расписки, не договора о займе, не кредитные договоры, между прочим, кредитная деятельность, ну, как бы, с нее-то, ребятки, вы, во-первых, должны иметь хоть какую-нибудь лицензию на то, чтобы заниматься такой деятельностью, платить такие же налоги с прибыли 100% годовых, да, вы офигенно, как бы, работаете, молодцы, государству немножечко заплатите, может быть, и зарплаты у учителей повыше станут, и в садиках воспитательницы будут получше получать, почему-то про это никто не думает. Кого вы считаете виновным в сложившейся ситуации, вот вашей конкретно? Фу, да, кроме себя-то, наверное, вообще винит некого, надо было еще раньше сруливать, когда только услышалось, что ставки бывают за килограмм, и что кредиты под 100% годовых, надо было тогда уходить. На всякий случай я взяла документы, которые подтверждают диагноз, потому что многие же могут сказать, в таком возрасте, да и уже рецидив, у вас был первый раз там в 10-м году, а потом у вас спустя там 8 лет второй раз, но, честно говоря, в моем окружении не так много людей, которые с таким диагнозом остались жить. Гораздо больше примеров совершенно других. Это не голословие, это действительно жизнь, из которой надо как-то вылезать. И я могу сказать, что Роман знал о моем первом диагнозе. Я когда пришла в компанию Дельфин Гифтс, я изначально людей предупредила, говорю, так и так, у меня статус инвалида, у меня была инвалидность, и что по законодательству на самом деле такого человека очень сложно уволить. И при поступлении на работу об этом надо говорить, потому что для кого кто-то скажет, лучше не связываться. Ну, я сказала, что да, у меня инвалидность и объяснила по причине, по какой. То есть Рома, зная это, нагружала меня так, что мама дорогая. И ну, я не знаю, это совесть у человека, не совесть. Для Романа как такового, ну, вот, все жизненные ситуации, они не имеют никакого смысла, кроме денег. Есть только деньги. Все. Надо работать, работай. Какая разница, что тебе, сложно тебе, не сложно, там, видишь ты, не видишь. То есть, да, для понимания, если один глаз не видит, то второй глаз напрягается, соответственно, в два раза больше. И когда я ему пишу, что я встречаю рассвет в офисе, почти тут сутки, свела всю информацию по заказам, да, и дальше тоже пишу, что период взяла с самого начала, чтобы самую понимать, какая у нас действительная прибыль. Она меня, конечно, порадовала, но вижу я ее только на мониторе. Как говорит мой муж, мечтай в одну руку, а сри в другую, посмотри потом, в какой результат больше. Ну, как бы, когда я вижу реальную прибыль на своем экране и понимаю, что у меня ее, не в моем кармане ее точно нету, ну, значит, она в чем-то другом кармане осела. А когда у меня критическая ситуация, я понимаю, что мне надо заниматься своим здоровьем, и Роман говорит, ну, просто денег нет. И я понимаю, что, я знаю, что сейчас он все эти машины продал, я не знаю, какая ситуация с квартирой, которая на бывшей жене, выплачивает он, не выплачивает. Я знаю, что машину он вынужден был продать, по крайней мере, свою. Что с женой машины, тоже я не знаю, потому что мы не общаемся больше. Но при этом я понимаю, что если он съехал из офиса, если он распустил всех своих сотрудников, значит, он не справился с этой ситуацией, значит, он не смог. Но когда человек живет непосредством, это приводит к таким плачевным последствиям. Как он будет из них выбираться, я не знаю. Это ведь очень сложно, отдавать такие долги. И ладно, если это долги перед соседом или еще перед кем-то, но перед государством, дружочек, ну ты кого обманываешь-то? Себя просто посадят. Неужели хочется сидеть? Человек действует безнаказанно, продолжает действовать безнаказанно. А вы имеете в виду? И одного, и второго. И Рома, и Дима. Но ведь они же... Ну, Дима всем рассказывает, какой он предприниматель. Сейчас он научит всех зарабатывать миллионы, приглашая вступить в свой клуб, заплатив сколько там? От 600 до, по-моему, почти полтора миллиона рублей, да? То есть, грубо говоря, он же продает что? Учения. Он продает свои знания. Он хочет научить людей. Чему? Воровству? Зачем ты рассказываешь людям такие сказки? Этого нет ничего на самом деле. И есть живой подтверждающий пример. Это случай Романа Чалова, который не может выбраться из долгов. Его прям вот как в болото засасывает. Причем самое здесь гнусное, что безнаказанность. Почему? Потому что юридически никак это не оформлено. При этом я могу еще напомнить, что интервью с Евгением Черняком, где прям, там первые две минуты достаточно послушать. А у предпринимателя Портнягина в эту секунду основным бизнесом является трансформатор? Нет. Не основной бизнес. Это логистика? Ну, один из, да. Какой является основным бюджетонаполняющим? Я думаю, что это логистика и сувениры. Производство сувениров в Китае, поставка их в Россию. Какой оборот у бизнеса сувениров в Китае? В деньгах? Ну, примерно 15 миллионов долларов в год. Мы видим, что это всего лишь 250 миллионов рублей оборот. И это самый бюджетонаполняющий. И у тебя от него 35%. Так если он самый бюджетонаполняющий, то есть, грубо говоря, это вообще прям огонь у тебя должен быть там бизнес. У тебя там все должно быть по полочкам. Где эта полочка? Роман Юрьевич весь в долгах. Поэтому какому бизнесу ты можешь научить? То есть, это такая антиреклама себя, но при этом люди за это должны заплатить деньги. Если это рассматривать как отрицательный результат, тот же результат, и получить плохой опыт, люди, я вам за бесплатно могу рассказать, какой плохой опыт. Что не надо делать, чтобы не вляпаться в это вот говно. Даже когда у вас начала быть какая-то прибыль, вы когда начали зарабатывать какие-то деньги, не надо бежать покупать тачки, не надо покупать бежать часы. Рассчитайтесь с кредитами. Наращивайте свой оборот. Вкладывайте в свое дело. Открывайте новое направление. Вы проживете без этой тачки еще очень долго. Вот когда пройдет 10 лет, и вы будете стоять стабильно на ногах, и у вас будет несколько направлений, которые один подстраховывает другой, вот тогда вы себе сможете позволить купить машину. Какой смысл покупать машину, если ты только на нее будешь работать? Нет, она же должна быть для тебя как средство передвижения. Это как вот, ну, обычного человека, есть там карточка на проезд метро, да? У тебя также есть машина под задницей, пускай это дорогая машина, но это просто всего лишь твой проезд. Если вы хотите получить отрицательный опыт, не надо платить Диме денег, вы лучше сами себе набьете свои шишки. Дима в своем-то бизнесе не разбирается. Как он сможет разобраться в вашем бизнесе и сказать, что надо делать? Дима очень скользкий товарищ же, он же, не знаю, ну, кажется, он там кинет кого-то и глазом не моргнет, там наступит на кого-то и не заметит даже, что он на кого-то наступил. Он найдет другой способ зарабатывать. Но если он, допустим, нашел серую таможню, и возит серую таможню, это был его один бизнес. Причем я так понимаю, что он понимал, что это не очень-то выгодный бизнес. Он попал на бизнес в молодости. У меня Рома, когда там сказал, ты прикинь, чувак заплатил 2 миллиона за обучение. Вообще чокнутый. Я говорю, ну, значит, у него какая-то цель есть. Я говорю, я правда не знаю, что это за обучение, которое стоит 2 миллиона. Я говорю, а что там за учителя? Он говорит, бизнес в молодости. Я говорю, господи, боже мой. Я сама смотрела эти выпуски бизнес в молодости этих молодых мальчиков, которые пытаются чему-то там научить. И даже посмотрев там первые несколько серий, я понимала, что за этими мальчиками реально либо кто-то стоит, но не могут они разбираться в стольких бизнесах, чтобы кому-то давать какие-то указульки. Это просто уверенное ляпание, абсолютные чуши в массы, там, в толпы зала, которые сидят и слушают. Он и сказал Роме, что я любым способом, типа, пойду в их тусовку. Буду с ними тусоваться. Типа, они там вообще деньги сшибают только в путь, если один я только 2 миллиона принес. И Дима понял, как... Ну, они к себе никого туда не впустили особо-то. И Дима понял, что тогда он сделает сам и сделает лучше. Он же мастер упаковки. Но вот он надел фраг. Не вот эти вот светорочки, да, обычные, которые там выходят, и не вот эти вот доски перекидные с листами и с маркерами. Там нормальные спикеры, там 3D-панно и телевизоры огромные, и вообще коверы и стулья. Не вот этот вот зал такой, эконом-класса с конференц-стульями. Там прям как в лучшем казино. Ковровое покрытие, отличные там деревянные стулья, кожаные кресла и прочее. Все во фрагах. Там же дресс-код. Тебе надо прийти во фраге. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...